А это защита, которую должна ты одевать. Понятно, да? Давай, мы поздравляем тебя. Вот ты умница. Подведение итогов работы ГИБДД началось с позитивного момента. Начальник областной ГИБДД вручил призы участникам социальной кампании «Притормози». Победитель Михаил Могаш – опытный водитель. Садясь за руль, он понимает, что отвечает не только за собственную безопасность, но и за жизнь пешеходов. Пешеходы бывают быстрые, к сожалению, мертвые и внимательные. Желаю, чтобы все были внимательны, а к водителям просто вспомните, что вы раньше были тоже пешеходами. Соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо. А вот статистика ДТП в области оставляет желать лучшего. В первом полугодии 2014 года зарегистрировано 1306 происшествий, в которых 187 человек погибло и 1749 получили травмы. Количество аварий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%. Число погибших на 32%, раненых на 0,2%. Также увеличилось число аварий с участием водителя в состоянии алкогольного опьянения на 5%. Во втором полугодии в районных областях в большей степени будет практиковаться применение так называемых потоковых методов проверки водителя на состояние управления в нетрезвом виде. Значительно увеличилось число происшествий и на пешеходных переходах. По сравнению с прошлым годом выросло на 20%, а количество погибших увеличилось на 240%. Также была затронута проблема городских пробок. Особенно беспокоит владимирцев участок от улицы Погодина до поворота на Точмаш. Но порадовать водителей нечем. По мнению Александра Назарова, организация реверсивного движения на Большой Нижегородской невозможна. Геометрические параметры данного участка дороги не позволяют выделить отдельную полосу для введения реверсивного движения. Так как на улицах, где предусмотрено 4 и более полос, должна ширина одной полосы быть как минимум 3,5 метра. Движение на данном участке затрудняет изношенное состояние железнодорожного переезда, считает Александр Назаров. Чтобы решить эту проблему, в ГИБДД намерены выйти с предложением в городскую администрацию и к собственнику переезда о том, чтобы привести в порядок данный объект в соответствии с техническими нормами.